Здравствуйте, уважаемые зрители! Это снова я, это CryptoSpa, и это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют, согласно сайту CoinGecko. И здесь видно, что рынок зафиксировал такой приличный рост за последние 24 часа, и большая часть графиков находится за последние 7 дней в зеленой территории. Сегодня я собираюсь проанализировать ценовой график XRP, потому что на этой неделе я уже проанализировал график Биткоина, график Эфириум, вчера я проанализировал график Hive, давайте сегодня мы проанализируем XRP. Вот он, практически линейный график за последний 1 год, и мы видим, что цена значительно упала за последние 12 месяцев по сравнению с графиками других ведущих криптовалют, которые мы обсуждаем. Текущая цена 20 центов, точка 22. Давайте мы сейчас перейдем к свечному графику, и на всех таймфреймах посмотрим, какова здесь динамика, какие практически фигуры рисуются, и, соответственно, в каком направлении идет тренд. Первое, что хочу сказать, XRP, по сути, его графики, если график XRP достаточно скучен иногда, потому что цена XRP очень часто движется в некой консолидации, и потом резко либо начинает расти, или падать, и, соответственно, график иногда достаточно скучен. Поэтому, если перейдем на месячный таймфрейм, здесь видно, что в основном идет череда свечей, у которых практически локальные максимумы зигзагом спускаются вниз, то есть это медвежий сигнал. Единственное, если посмотреть на последние свечи, можно сказать, что формируется некая поддержка, потому что у последних свечей видно, что практически маленькие тела, и локальные минимумы находятся примерно на одном и том же уровне. То есть вот они практически эти свечи. Но здесь, согласно этим свечам, я бы не сказал, что формируется некий яркий или надежный бычий сигнал, потому что у свечей продолжается медленное снижение локальных максимумов. Если перейти на недельный таймфрейм, тоже практически ситуация выглядит достаточно скучной, потому что зигзагом график идет вниз. Тут были маленькие отскоки, потом такое не очень реальное и ненадежное медвежье поглошение, после которого последовала консолидация, маленькое движение вниз, отскок. То есть сами по себе эти свечи ничего такого существенного не показывают. Единственное, что идет некая такая тенденция снижения вниз на недельном таймфрейме, то есть если посмотреть на вот эту динамику. Однако самая интересная часть, часть, мне кажется, что это на дневном таймфрейме, что хочу сказать. Давайте я даже перейду к линейному графику. И здесь видно, что практически идет некий нисходящий тренд. То есть вот он нисходящий канал. То есть идет череда из снижающихся максимумов и минимумов. На данный момент кажется, что цена XRP вслед за отскоком на криптовалютном рынке потихонечку передвигается вверх к верхней границе вот этого нисходящего канала. Если здесь произойдет прорыв, конечно, это будет уже первая реальная попытка выхода из этого нисходящего канала на дневном таймфрейме. Однако, если график развернется в верхней линии и возобновит нисходящее движение, кто знает, мы можем практически стать свидетелями продолжения вот этого движения вниз. То есть на всех таймфреймах, можно сказать, идут некие такие не очень яркие сигналы. Единственное, на дневном таймфрейме мы видим этот канал вниз. Что хочу сказать. XRP, график XRP, когда я за ним следил, он достаточно специфический. Там очень редко происходят такие целенаправленные движения либо вверх, либо вниз. Но они, когда происходят, они очень резкие, очень яркие. В остальных случаях цена в основном консолидируется. Давайте посмотрим, как поведет себя график в ближайшее время. Сможет ли пробить верхнюю зону вот этого нисходящего канала и наконец-то поставить конец этому нисходящему тренду и развернуть тренд. Будем следить за ситуацией. В целом у меня на этом все. Спасибо за ваши просмотры. Поделитесь вашим глядом в качестве комментариев ниже этого видео. Я вам всем желаю удачного дня, здоровья и до новых встреч. С вами, как всегда, в это время был Эдкрипт СПА.